Ленинский районный суд 13 августа заключил под стражу двоих бывших жителей Мордовии, которые 16 лет назад жестоко расправились над своим оппонентом. В СИЗУ отправились 34-летний Сергей Хлучин и 35-летний Алексей Мирошниченко. Их преступление серии прошлых лет. Его удалось раскрыть в результате слаженной работы МВД и Следственного комитета. История берет свое начало в 90-х и связана с так называемыми бандитскими войнами. К 2002 году в ОПГ Юго-Запад было два лидера – Блохин и Конов. Спустя время началось их противоборство, в результате которого 22 июня Коновские разобрались с одним из участников Блохинских. На улице Комарова, город Саранск, то есть на территории района, который именует разговор просто Юго-Запад, около 19 часов было совершено убийство Козлов Игоря Сергеевича. Два на тот момент неустановленных, двое неустановленных лиц совершили выстрелы. Предположительно, на тот момент, поскольку оружие не было установлено из обрезов охотничьих оружий. Стреляли в спину. Ранение пришлось с затылок потерпевшего. Шансов выжить у 24-летнего Игоря Козлова не было. Свидетелями убийства были прохожие, но примет никто из них не запомнил. Преступников было двое, и свои лица они скрывали маской, используем для глаз. В июне 2002 года по этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье убийства, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Из-за того, что на тот момент в деле не было подозреваемых, его приостановили. Но оперативники продолжали искать и спустя 16 долгих лет получили доказательства причастности к преступлению двух бывших жителей Мордовии. За эти годы оба поменяли место жительства. Один уехал в Москву, второй перебрался в где обзавелся семьей. В ходе дальнейшей кропотливой работы совместно со следователями Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, нами была сдокументирована их преступная деятельность и принято решение о их задержании. Операцию проводили в ночь на 9 августа одновременно по двум адресам. Силовую поддержку оказывали бойцы СОБР, звезда отдела Росгвардии по Республике. При частности к совершению убийства Козлова признал, написал я в господину и дал признательные подробные показания. Второй из соучастников совершенного преступления вину не признал. Пока следствие продолжается. Бывших членов Коновской группировки проверяют на причастность к другим преступлениям прошлых лет. Не исключено, что они покажут место, куда спрятали оружие после убийства. Анастасия Семушева, Владимир Ильин, программа «Произшествие».